Представители стран Балтии опасаются, что из-за недостаточной поддержки Запада, в частности Германии, российская армия может добиться серьезного прорыва, пишет Шпиель. Речь идет в частности о запрете ВСУ атаковать военные объекты на территории России с применением западного вооружения. По информации издания, представители стран Балтии предупредили немецких коллег, что не будут ждать, когда российская армия подойдет к их границам и введут свой военный контингент в Украину. Для наших соседей это становится понятным, что их союзники не готовы защищать своих партнеров, своих союзников. И это, конечно, настораживает. Поэтому такие вот заявления свидетельствуют о том, что наши соседи пытаются надавить на своих партнеров с целью заставить их действовать более решительно. В интервью Юли президент Эстонии заявил, что Россию и Путина нужно, цитирую, поставить на колени. Тогда, по мнению Алана Кариса, могут начаться серьезные дискуссии о прекращении войны. Эстонское правительство обсуждает возможность отправки войск в Украину, чтобы помочь Киеву высвободить резервы для отправки на фронт, утверждает советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности. Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать наши соображения относительно того, что можем сделать. Мадис Ролл. Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности. В интервью порталу Brick in Defense. Отправка военного контингента в Украину – это самостоятельное решение каждого государства, в том числе стран НАТО, считает президент Владимир Зеленский. Киев поддерживает эту идею в особенности обучения украинских военных на территории Украины. Это обучение на территории Украины – просто ускорение процесса без необходимости отправлять свою бригаду куда-то в ту или иную страну, а затем она возвращается. И еще здесь нужно время на адаптацию в условиях войны. Как кто-то может быть против этого? Мы только за. Владимир Зеленский, президент Украины. В интервью The New York Times. Глава Объединенного комитета начальников штабов США назвал отправку инструкторов НАТО в Украину неизбежной. Но для этого придется решить вопрос с их безопасностью. Со временем мы этого добьемся, сказал Чарльз Браун. Кто-то из военных, даже не политиков, сказал, если мы на это пойдем, то украинцам придется определяться, защищать противовоздушными системами свою инфраструктуру или наших военных. Такая сложная дилемма. Поэтому пока, первое, мы пока не просили никого официально об введении своих контингентов на нашу территорию. Мы благодарны за ту помощь, которую предоставляют наши партнеры нам. Но относимся ко всем своим действиям и своим запросам очень ответственно. И придерживаемся обещаний, которые даем нашим союзникам. В НАТО также обсуждают возможность взять под защиту небо над западными регионами Украины, пишет Билл со ссылкой на источники. 23 мая представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что Киев предлагает польской армии сбивать российские ракеты, пролетающие на территории Украины. Дипломат отметил, что этот вопрос могут обсудить.